Чтобы предстоящие праздники прошли без каких-либо происшествий, руководителям объектов санаторно-курортной отрасли, торгово-развлекательных центров, транспорта и других мест, где может быть массовое скопление людей, необходимо обеспечить исправное функционирование технических средств защиты, провести инструктаж среди сотрудников, отвечающих за безопасность, а также усилить меры по противопожарной защите объектов. Такую же работу в обязательном порядке следует провести домкомам, председателям садовых товариществ, гаражных кооперативов и ТОСов. Фейерверки будут в городе производиться там, где это разрешено. А во дворах этого делать ни в коем случае нельзя, потому что одно дело радость Нового года, торжество Нового года, другое дело, когда люди все выпившие начинают пытаться стрелять, и часто бывают у нас трагические случаи, их немало. И поэтому мы уже с сегодняшнего дня просим, чтобы такие беседы были проведены. Нам необходимо принять меры по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, некачественных продуктов питания. Особое внимание уделить местам проведения массовых мероприятий. Особое внимание будет уделено организации схем движения общественного транспорта, который, подчеркнул Анатолий Пахомов, должен работать бесперебойно. А количество перехватывающих парковок и автостоянок на горнолыжных курортах должно быть достаточным для туристов. На курортах Красной Поляны будет организована и работа мобильных постов ДПС, задачу которых – перераспределять транспортные потоки между парковками, а в случае их заполнения ограничивать движение. Тем не менее, сочинцам и гостям города желательно отказаться от личных машин и пользоваться железнодорожным и муниципальным автотранспортом. Продолжение следует...